Первое, на что следует обратить внимание, это тот факт, что голая вечеринка в Мутаборе стала причиной многочисленных возмущений общественности. Люди писали жалобы, петиции и требовали решить вопрос кардинально. Сначала звезды только ухмылялись, но когда стало ясно, что ситуация набирает обороты, снежный ком стал превращаться в лавину. Они быстро записали видео с извинениями, однако все их усилия оказались напрасными. Народ им просто не поверил. А ведь говорили же им, сделай пожертвования нуждающимся, сдай на гуманитарную помощь. Та же Ивлеева обещала продать бриллиантовое колье и помочь, но Ивана Хлобыстин до сих пор ждет там, за ленточкой, и вряд ли дождется. Второе, наши звезды действительно зарвались и считают себя неприкосновенными. Например, недавнее событие вызвало снова резонанс в обществе. Как может народный артист России столкнуть со сцены охранника? Во время одного из концертов король российской эстрады повел себя по-королевски. Он не смог сдержаться и столкнул человека, находящегося на его пути. А ведь пропуска у мегазвезды не было, и он явно был неправ. Но без капли раздумий Киркоров просто столкнул охранника со сцены в зал. Мужчина получил травму ноги и еще неизвестно, сделает ли он официальное заявление. Или адвокаты Филиппа Бедросовича решат вопрос с миром, как всегда. О чем говорит такое поведение знаменитости? О том, что звезда уверена, что ей ничего не будет. У нее особый статус и большая свобода. Она не подчиняется обычным нормам и правилам. Знаменитости считают, что могут делать все, что угодно, и им не нужно следовать букве закона, как всем простым людям. Другим примером скандального поведения является Ивлеева. То она рассказывает постыдные истории в интервью про мужское достоинство и его размер, то выпивает на камеру явно не юпи из огромного бокала. А недавно она предложила опубликовать 100 голых фотографий русских женщин в журнале Playboy. Естественно, ее слова вызвали широкое обсуждение и негативную реакцию общества. Почти голая вечеринка стала символическим событием, разделившим наш шоу-биз на до и после. Это мероприятие открыло всем глаза и показало, что богатые и знаменитые не считают, что они едины с народом. Особенно остро это выглядит сейчас, в трудное для страны время. Понятно, что эта проблема не возникла вчера, но именно вчера ситуация обострилась настолько, что общественность возмутилась, а власть услышала голос народа. Наказание не заставило себя ждать. Роскомнадзор нашел признаки пропаганды ЛГБТ во время этого шабаша. Роспотребнадзор выявил нарушение санитарно-эпидемиологических норм и клуб закрыли пока на неопределенное время для выяснения обстоятельств. А вот сколько потеряли владельцы ночного заведения, даже подсчитать сложно, ведь его опечатали прямо перед новогодними праздниками. Настю и Влееву оштрафовали на 100 тысяч рублей за нарушение общественного порядка. А рэпера Васио отправили на 15 суток подумать о том, что нельзя в общественное место являться абсолютно голым, пусть даже в одном носке, надетом не на ногу. Его оштрафовали на 200 тысяч рублей, но он подал апелляцию. Видите ли, не признает он за своими действиями мелкое хулиганство. Так его еще на 10 суток отправили посидеть, подумать о своих словах и поступках. Звезд, явившихся на почти голую вечеринку, вырезали практически со всех телеканалов. Лолита Милявская отменила все концерты. Она призналась, что россияне массово сдают билеты на ее выступления, а также поступают угрозы. Однако все-таки хуже всех чувствует себя организаторша постыдного мероприятия Настя Ивлеева. Она получила волну негатива, ее проклинают в социальных сетях, а надзорные органы проверяют все ее офисы. Дело в том, что уже нашли спрятанные от государства налоги, вдумайтесь, 137 миллионов рублей. Она не заплатила в казну. Это налог, по самым скромным подсчетом, с 2 миллиардов. Сейчас блогерша потеряла все рекламные контракты. На нее подали коллективный иск в суд на 1 миллиард рублей. Ее даже парень бросил, не выдержав накала страстей. А она плачет, извиняется и искренне считает, что не сделала ничего противозаконного. Но то, что в Европе норма, у нас пропаганда ЛГБТ-сообщества. В России это называется извращениями, но ей откуда это знать? Да, есть и защитники вечеринки, они считают, что нет ничего плохого в таком формате и за закрытыми дверями. Когда все гости сдают телефоны и камеры, при входе в зал такие вакханалии происходят повсеместно. Уж в городах-миллионниках точно, считают наши подписчики. Но позиция общества всегда однозначно. Есть определенные нормы и правила поведения, этика и закон, который обязывает не допускать пропаганду нетрадиционных ценностей в нашем обществе. Такие нарушения будут наказываться по полной строгости закона. Более того, руководители федеральных каналов без давления сверху сами решили не оставлять уже записанные материалы и не пускать их в эфир. Запятнавших свою репутацию звезд вырезали, как могли, из передач. Но в некоторых моментах это было просто невозможно сделать. Так Филипп Киркоров был председателем жюри новогодней маски, а Лолита Милявская вела проект в Суперстар. Исключить их полностью из передач не получилось, но руководство решило сократить их участие, насколько это было возможно. Однако на других каналах от звезд не осталось ни одного кадра. Так канал ТНТ исключил Филиппа Киркорова и Анну Асти из списка актеров своего главного новогоднего мюзикла «Иван Васильевич меняет все». Первый канал и ВГТРК также исключили участников, опорочивших себя на этой вечеринке из своих эфиров. Кроме того, лицо Киркорова было удалено из финального номера на песне года, а Игорь Николаев заменил голос короля российской эстрады. Говорят, Филиппа это очень расстроило. А кого не расстроило? Милявская и вовсе потеряла по самым минимальным подсчетам 43 миллиона рублей за новогодние праздники. А вот в общей сумме с отмененными концертами по всей России это уже около 200 миллионов рублей. Примерно. Новогодние корпоративы потеряли и Анна Асти, и Филипп Киркоров. Они недополучили из-за своего участия в вечеринке Ивлеевой не просто много миллионов рублей, они потеряли десятки миллионов. Недаром же, говорят, один день год кормит. Вот так, например, заработал Александр Рева на новогодних корпоративах два года назад, когда взлетел на первые места во всех чартах. А потом, с началом всем известных событий, украинский исполнитель и шоумен тихо уехал из страны. Почти на два года ему хватило своих сбережений, чтобы худо-бедно прожить в Дубае со своей семьей. Но деньги имеют свойство заканчиваться, вот он и вернулся. Поэтому мы его снова увидели. Также и Кристина Арбакайте. Она давно отменила концерты по России и теперь выступает только на турецкой земле. Однако на песню года прилетело, и ее не вырезали. Кстати, она с удовольствием будет петь на вашем мероприятии, которое непременно должно носить статус закрытого. Звоните, заказывайте. И недорого, всего 3 миллиона рублей. И вот тут хочется от всей души сказать, все-таки нас обманули. Одних запретили, вырезали из эфиров, а других почему нет? Тех, кто уже давно потерял связь с Родиной. Ну и еще одно выступление задело россиян за живое, Аня Лорак, украинская поп-дива, все-таки пытается уже два года усидеть на двух стульях. Она открыто не выражает своего мнения ни за, ни против. У нее нейтралитет. Но поет. А сейчас и ее большой концерт на НТВ показали, когда она в Крокус-Сити-Холле выступала. С днем рождения, Каролина Мирославовна, с 45-летием. А что вы об этом думаете, дорогие зрители? Хотелось бы услышать ваше мнение.